Теперь переходим к нашим любимцам, домашним животным. Знаете, работать с животными очень приятно. Почему? У них отсутствует одна степень свободы, сомнения, которые присутствуют у человека. Приведу ярчайший пример. Например, врач, доктор медицинских наук, профессор, которая уже несколько лет исследовала мой препарат на клеточках, на животных. У нее диабет. Диабет не инсулинозависимый. И мы пытались с врачами ей помочь в этом. Но никак не могли подобрать дозу. Потому что организм у нее был очень чувствительный к препарату. Наконец мы ее подобрали, эту дозу. И вот через месяц приема препарата в соответствии с этой подобранной дозой, у нее сахар снизился больше, чем в два раза в крови. Но когда я пришел, она мне об этом сказала. Я говорю, ну вот видите, как хорошо, здорово работает препарат. Она мне говорит, да кто его знает, из-за чего это произошло. Потом засмеялась, поняла она, что сказала. Сергей Евгеньевич, в этом сущность человека, сомнения. Человек может верить в чудо, но когда это происходит, он как-то все это воспринимает. Кто его знает, почему это произошло. Вы знаете, работать с животными очень приятно. Почему? У них отсутствует одна степень свободы, сомнения, которые присутствуют у человека. Им хорошо, и они бегают. Собаки, кошки, попугаи, мелкие, грызуны и прочее. Они очень хорошо отзываются на воду пограничного слоя. Причем они отзываются гораздо мощнее, чем люди. Например, у крыс биохимия крови начинает приходить в норму уже где-то через 2 часа после введения препарата. У человека это примерно где-то через 2 суток. Связано вот такое благотворное влияние препарата на живот. Прежде всего, это иммунитет и продолжительность жизни. Возьмем с вами крайний случай. Это собака. Представляете, у нее слуна стерильна. То есть, все ресурсы организма, все направлено на то, чтобы поддерживать иммунитет и, соответственно, стерильность. Вы посмотрите, крупная собака живет там 10-14 лет. Собака помельче может жить там 16-18 лет. Но если мы возьмем животных, у которых деятельность организма не направлена вот на такое поддержание глобального иммунитета. Например, вора с острого комода. Наверное, вы слышали об этих огромных трехметровых животных, укус которых ядовит. Но ядовит не потому, что они вырабатывают яд, а потому что микрофлора у них настолько губительна в пасте, на зубах, что ее малейшее попадание на открытую рану человека приводит просто к катастрофическим последствиям. Как будто туда попал сильнейший яд. Но он же живет очень долго. Говорят, что они живут и 70, и 80, и 100 лет. То есть у животных разные механизмы, но естественно, что в процессе эволюции домашними животными стали те, у которых, по крайней мере, укус не смертелен в обычных условиях. Это кошки, это собаки, как я сказал, это птицы, это другая мелкая живность. И вот здесь что получается? Получается следующее, что первое, что восстанавливает препарат, это иммунитет в организме. И вот вы представьте, та же самая собака или кошка, у которой больше, чем у человека, по всей видимости, тратится энергия организма на поддержание иммунитета. Ему не надо это тратить. И вот эти вот процессы, реабилитационные процессы, у них в организме протекают с потрясающей скоростью. Приведу пример. А примеры я буду приводить из практики научно-исследовательских институтов, в которых на животных исследовалось действие препарата. И результаты исследований, проведенных в двух ветеринарных клиниках города Москвы, с которыми были заключены договора, и которые в течение нескольких месяцев проводили исследование действия препарата на животных, которые им приносили, которые ждались в помощи. Так вот, приведу пример. Собака, она сломала лапу. Собаку уже пожилая. Лапа не срасталась. В том месте была язва, шерсть перестала расти, но и собака чувствовала себя все хуже, хуже и хуже. Курс собаки вообще с удовольствием пьют наш препарат. Через две недели, когда снова пришли на прием к врачу, у нее заросла язва, у нее стала расти шерсть, и собака стала уже слегка наступать на эту ныне. Через месяц, как показал рентген, кости у нее на лапе срослись. Вот это, я бы сказал, типичное действие препарата при травмах. Скажу следующее. Скоро вы уже знакомы с лотосом, диагностической системой. Когда мой хороший знакомый приехал в Санкт-Петербург на фирму, где выпускается этот лотос, и стал рассказывать о нашем препарате, о создателе препарата физики. Они, естественно, скептически ко всему этому отнеслись и сказали, да, были испытания на животных, да, старые животные, но как бы возрождаются. Хорошо. Вот смотрите, у нас в офисе живет кошка, ей уже много лет, она уже пятый день не ест. Давайте посмотрим, что будет. Там брызгали в мисочку воды и ушли разговаривать далее. Через некоторое время смотрят, а кошка мимо них шествует гордо с поднятым хвостом. Они немало изумились этому, и разговор у них стал протекать более, скажем так, доброжелательно. Они изъявили желание познакомиться со мной. Когда я к ним приехал, они мне сказали, не надо ничего рассказывать, давайте перейдем сразу к делу. Потому что наша кошка выздоровела, чувствует себя прекрасно, и мы сами уже убедились в действии вашего препарата. Что касается кошек и котов, это удивительно, но 16-летние, 18-летние коты начинают снова весной орать, повергая в немало изумления своих хозяев. То есть к ним по-настоящему возвращается молодость. Пожилые собаки встают, становятся очень подвижными, бегают, играют. Сейчас достаточно много людей занимаются профессиональным разведением животных. Это кошки, собаки, ездят на выставки. На выставках это целый день. Животным тяжело, они устают. Так вот мне говорят, что перед выставкой, в процессе, в середине выставки или после выставки брызгается препарат в рот или в мисочку, которую животные пьют. И все, они чувствуют себя прекрасно, усталости как нет. Когда сказали человеку, который занимается дрессировкой животных уже больше 40 лет, она попросила ей этот препарат дать. Мы ей дали, а она занималась дрессировкой собак, баллонок, и у нее были мартышки. И у нее сейчас живут две собачки и мартышка. Собачки уже очень пожилые. У одной собаки, значит она ходила все время на задних лапах, в представлениях, и у нее лапы просто отнялись. А у мартышки ей 31 год, хотя мартышки, как мне сказали, живут в районе 20 лет, а ей 31. У нее хвост просто скрутился в кольцо, и животное не давало к нему прикоснуться ей, как было больно. И вот у меня есть фильм, мы записали выступление этой дрессировщицы, очень уважаемого в цирковых кругах человека, которая показывала этих животных, она их привезла с собой. Она рассказывает следующее. Через две недели после того, как стала давать обезьянке и собачкам воду, собачка начала ходить, у той, которой ноги отнялись. А через месяц она уже могла стоять на задних лапах. У мартышки также через месяц хвост распрямился, и она это демонстрирует в фильме. И самое интересное было то, что когда она подходит к холодильнику, мгновенно прибегает собачка садиться на задние лапки, а мартышка подходит, протягивает руку, и они просят воду. Это вот стабильно совершенно. Животные начинают просить воды, просто просить воды, чтобы им дали. Они инстинктивно ощущают ее благотворное действие. Что еще я хочу сказать. Животные точно так же, как мы, болеют. И болеют в том числе от вирусных заболеваний. Все это у них усугубляется, и бактериальные инфекции, и так далее. Когда у них восстанавливается иммунитет, как показали в клинике, у них с потрясающей скоростью проходит вирусное заболевание. Это точно так же зарегистрировано в трех этих ветеринарных клиниках, которые наблюдали этот процесс, которые дали официальное заключение. Врачи сказали, что на фоне приема препаратов, которые традиционно используются в ветеринарии, прием воды из пограничного слоя, он выводит процесс выздоровления на более качественный уровень. И количественный даже. Что, естественно, тоже в разы сокращает время восстановления животного. А на качественный уровень. То есть, срастается все, допустим, настолько быстро и настолько хорошо, что у собаки нет хромоты, допустим, если у него были сломаны нога. У животных восстанавливается шерсть. Вплоть до того был очень случай интересный зафиксирован. Собака была настолько старая, что у нее нос из черного стал таким каким-то пепельно-желтым. Непонятно. Через некоторое время приема препарата, он снова у нее стал черным. Вот это удивительно. Это удивительно. Но это говорит о том, что идут серьезные изменения внутри организма. И, конечно, применение препарата очень благотворно влияет на пожилых животных. А у них действительно появляется вторая молодость. Они бегают, радуются хозяевам, играют с ними. Вот здесь, как я уже сказал, у животных отсутствует такая степень свободы, как сомнения. Им хорошо, и они радуются жизни и радуют своих хозяев. Должен еще сказать следующее, что если люди разводят птиц, допустим, это попугаи или еще какие-то птицы, то там проблема в следующем. Иногда, хотя, можно сказать, довольно часто попадается некачественный корм. Он заключается в том, что у птицы начинается жидкий стол. И если не принимать срочных мер, она через 3-4 дня просто погибает. Было проверено уже многократно о том, что если такой процесс выявлен, то в поилку надо просто впрыснуть воды достаточно обычно одного раза. Попугай, кеннер или другая птица эту воду пьет, и у нее через сутки стол нормализуется. Максимум нужно 2 раза впрыснуть. То есть в первый день и во второй день. И все у них проходит. То есть вот это вот расстройство желудка, расстройство пищеварительного тракта мгновенно, просто мгновенно купируется. И птицы снова веселые, бодрые. Ну, еще приведу пример. Животные, они, ну, собаки, допустим, на улицах все равно могут съесть что-то. Все равно попадают в пищу, могут попадать токсины и прочее. Это реалии жизни наши таковы, что иногда попадается некачественный корм. Что я хочу сказать? Это вот в институте проблем экологии и эволюции выявлено на хомяках. Когда одной группе хомяков давали заведомо некачественный корм, просто он содержал яд, который приводил к вырождению потомства. Третье поколение уже вообще было жизнеспособным. Прием нашего препарата их полностью защитил от действия этого яда. И в третьем поколении родилось в среднем выводке 6 хомяков. Все были абсолютно здоровы. Что зафиксировали, собственно, ветеринары. Поэтому, если вы держите животное, если оно вам дорого, если оно вам доставляет радость, то использование нашего препарата поможет ему во всех отношениях. Оно не будет болеть. Оно будет бодрым, веселым. И, собственно, его старость будет отсрочена на достаточно долгое время. Когда у него отнимаются, допустим, лапы, когда хозяин несет его кормушки, чтобы оно поело или попило водички. Нет, они снова встают на ноги. Они бодрые, веселые и довольные. Вот, собственно, я, что и хотел вам рассказать на данный момент. Теперь, пожалуйста, пишите. Мне очень бы хотелось услышать ваши вопросы, ваши замечания, предложения и так далее. Так, какие дозы для кошек? Животные, в отличие от людей, переносят достаточно большие дозы. У них передозировка практически не наблюдается. Ну, по крайней мере, они не говорят об этом. Для кошек достаточно делать где-то 5-6 впрысков на мисочку воды. Самое удивительное, что, как говорят хозяева, обычно вот коты этим отличаются. Люди не видят, когда коты пьют. А здесь они подходят к мисочке, очень часто подходят и пьют эту воду. То есть, для кошек, как я сказал, это 5-6 впрысков именно в миску. Меня спрашивают, можно ли им брызгать в рот. Можно, но вообще говоря, коты и кошки своим нравные в животные, и это, может быть, с определенной опасностью связано. Поэтому не нужно. Не нужно. Они сразу учуют воду, что она хорошая, и сразу начнут пить. Здесь ничего не надо делать. Для маленьких собак типа баллонок примерно такая же доза. Причем тоже в рот можно не прыскать, а достаточно прыскать в воду. Для крупных собак желательно им прыскать в рот или в нос. Они хорошо очень приносят эту процедуру, она им нравится, то есть не вызывает никакого беспокойства. Им можно делать 2 раза по 5 впрысков в рот. После того, как они погуляли, или в качестве профилактической дозы. Прием точно такой же. Вы, допустим, месяц или два им брызгаете в паилку или в рот, а потом месяц, полтора месяца перерыв. Но, как правило, они просят воду. Так, переходим к следующему вопросу. Мочекаменная болезнь у котов. Да, отлично помогает. Коты страдают мочекаменной болезнью, и это им очень помогает. У меня старый кот 2 года назад облег и уже ничего не ел. Ел на свет на правый глаз. По снов мне выслал воду, стал обрызгать в рот и на водичку, и в глаза. На второй день кот встал и начал есть. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Это написала Елена Вильна из Омска. Елена Вильна, огромное спасибо вам за заботу о ваших животных, но и мне очень приятно. Так, на сегодняшний день мой кот здоров, молод, глаза отлично видят. Моя старая кошка родила котенка от 14-летнего моего кота. Выбегал в подъезд, у всех теперь вхожих в подъезде рыжие котята. Да, спасибо, Елена Вильна, что вы написали это. Здесь я просто хочу предупредить уважаемую женщину, начиная принимать препарат, будьте, будьте, пожалуйста, осторожны. Восстанавливаются ряд функций и у женских органов, и у мужских органов. И были несколько случаев, что у женщин просто беременна. К счастью, и вот эта беременность, она была долгожданная, именно к счастью, но я хочу предупредить о том, что, пожалуйста, будьте осторожны, вы по-настоящему становитесь молодыми. именно вот в возрасте, вот 38-42 года, когда происходит, происходит серьезная перестройка организма, в том числе самая серьезная перестройка у женщины, вы снова можете стать молодой в этом отношении. Пожалуйста, будьте аккуратны. Продолжение следует...